Утро на Болткоме Продолжается утро на Болткоме. Олег Пек, Александр Шунин с вами проводят это утром. Здравствуйте. И поговорим для тех, кто сейчас только выходит на зарядку, собирается обливаться ледяной водой и там делает какие-то физические упражнения, отжимания, приседания. А мы точно знаем, что среди наших слушателей таких миллионы. А ведь когда-то по радио, ведь это был на зарядку, становись, там или утренняя гимнастика программы специальной, может быть, вот... Переходим к водным процедурам. Да. О фитнесе поговорим, о том, что сейчас происходит и о том, насколько работники вот этой отрасли чувствуют себя, в общем-то, ну, уверены или нет в завтрашнем дне. С нами на связи Гинц Кузнецов, учредитель Латвийской ассоциации фитнеса и здоровья. Доброе утро, Гинц. Доброе утро. Проверка связи, что называется, связь есть. Что ж, начнем. А насколько нам известно, ваша ассоциация обратилась к Министерству экономики с рядом предложений, просьб. Можно ли назвать ваше обращение определенным отчаянием? В каком состоянии находятся отрасли фитнеса и здоровья? Что вы хотите от Минэкономики добиться? Да, доброе утро всем еще раз. Да, ну, ситуация у нас очень плачевная, и у нас действительно отчаяние в индустрии. Мы закрыты уже больше 130 дней, и несмотря на то, что государство и правительство говорят, что поддерживают предприятие, нас эта поддержка не достигает, и не достигает в очень огромном объеме. Мы, например, обозначили наши потери в январе, и потери очень ужасные, если смотреть, но растрат членов ассоциации где-то 600 тысяч, поддержка от государства 150 тысяч, и мы где-то 80% в потерях. Это, конечно, цифры, которые относятся к предприятиям, но за предприятием стоят реальные люди, у которых есть семьи, тренера, у которых есть дети, может быть, мамы-одиночки и так далее. И я думаю, ну, мы немаленькая отрасль, которая поддерживает активный образ жизни, где-то 10% жителей Латвии, это большое число, это где-то больше 150 тысяч жителей, которые, когда это было позволено, активно занимались фитнесом. И число сотрудников, это более 1500 сотрудников, и если это так будет продолжаться, ну, тогда фитнес-отразли больше просто не будет. Нам, наверное, месяц-два и уже новых клубов не могут, не смогут, если не говоря уже на сегодняшний день, соблюдать свои обязательства. Вы имеете в виду арендные обязательства, да? Ну, и арендные, и коммунальные платы, и какие-то обязательства, которые имеют перед банком и другим партнерам, и поставщикам, и, думаю, все счета, которые относятся, и электричество, и рекламные аспекты, которые были. Да, по большому счету, в общем-то, у представителей индустрии, у конкретных фитнес-клубов наверняка, ну, я бы это все-таки назвал долгом, долги перед своими клиентами. Ну, чего далеко ходить, у меня у самого зависла определенная сумма в одном не очень большом зале, и, в общем-то, я не питаю особых надежд ни на то, что я эти деньги получу обратно, ни на то, что я схожу в этот зал и их отработаю. И то, что он вообще выживет, потому что это достаточно маленький зал в начале маскачки, и меня судьба его, честно говоря, тревожит. Я думаю, ну, вот это, абсолютно согласен с вами, потому что это очень важная часть, я не думаю, что это так важная часть, и фитнес-бизнес не самый прибыльный, и, по большому счету, владельцы фитнес-клубов, они работают по призванию, никому не секрет, что больше денег можно заработать в других отраслях, но я думаю, это добавленная ценность, которую наша отрасль дает всей экономике и жителям, это не только иммунитет и не только здоровье, но и ментальное здоровье, это доказано. Мы как ассоциации собрали много исследований, глобальных исследований из мировых ассоциаций, европейской ассоциации, и есть общепризнанные глобальные, исследования, которые научно подтвержденные о позитивном влиянии и физической активности на экономику и на работоспособность, и тоже негативное повлияние, значит, меньше денег тратится на отрасль здравоохранения и медицины. Те люди, которые занимаются, это никому не секрет, они меньше болеют и они продуктивнее. Да, но скажите, а что сейчас все-таки происходит, насколько возможно ли занятия в каких-то помещениях ограничены, и насколько вы видите, какие перспективы, сколько еще может продержаться отрасль, чтобы не началось действительно массовое закрытие залов? Спасибо, очень хороший вопрос. Как всем известно, фитнес-клубам работать вообще не позволено, и вот наши члены, мы обнимаем где-то 70% отрасли в Латвии, мы послушные, законопослушные предприниматели, и в фитнес-клубах действий вообще никакого не происходит. Да, позволено занятие на улице, но это прямым образом к фитнес-клубам не относится, потому что обстоятельства временные очень экстримные. И я думаю, это время, сколько нам осталось, я думаю, ну не осталось нисколько. Я вчера уже общался с несколькими членами нашей ассоциации, у них уже это время наступило сегодня. Да, у нас есть диалог с Министерством экономики, нас поддерживают, но мы даже понимаем, что есть эти ограничения, и мы понимаем, что это время еще не пришло, несмотря на то, что в ряда европейских странах фитнес-клубы работают при такой же экономической ситуации, как и у нас. Это Испания, это Норвегия, Швеция, Финляндия, да, мы знаем, недавно закрыли Эстонию, но там ситуация критическая. Но у нас есть свои протоколы, мы же разработали их, как работать безопасно, и тоже с учетом квадратных метров, и тот, который последний диалог у нас начался, что 25 квадратных метров на человека, при условии, что у нас есть поддержка от государства. Определенной даты, конечно, у нас нету, я думаю, никто ее пока не знает. Мы знаем, что Великобритания, например, будет открываться в апреле. Именно фитнес-софф, раз, Виктор? Да. В чем суть вашего вот этого последнего обращения к Минэкономике? Главные требования, главная просьба, в чем она заключается? На что вы рассчитываете, на какую поддержку? У нас был диалог, конечно, существует эта поддержка предприятиям, но она нас не достигает. К сожалению, вот эти грантовые системы и поддержка через налогорасчет работающих отраслей не покрывает наши расходы, потому что очень существенная часть расходов отрасли является платы за аренду, за коммунальные услуги, доп. услуги, содержание именно фитнес-клубов и соотношение сотрудников общей площади фитнес-клубов. Клубы большие, сотрудников мало. Часть клубов формат такой, что тренера, они самозанятые персоны, просто не достигают нас процентуально. И наше предложение, как отрасль, рассмотреть эту поддержку, как это бывает в других странах Европы, поддерживать в зависимости от предыдущих показателей прошлых годов и поддерживать тоже оплату этих критических расходов, потому что мы – отрасль, которую регулирует государство. Государство нас закрыло, и у нас вообще нет доходов. С 18 марта, если не ошибаюсь. Да, я напомню, что мы беседуем с Гинтом Кузнецовым, учредителем Латвийской ассоциации фитнеса и здоровья. Для понимания, так, на минуточку, это более 50 клубов и общий оборот отрасли 25 миллионов евро. В общем-то, солидная отрасль, которая дышит на ладан. А если говорить о каком-то выходе из кризиса, когда, ну, когда-нибудь эта ситуация закончится, выходя из кризиса, перепрофилироваться каким-то образом приходит на ум? Я не знаю, больше занятий проводить на свежем воздухе или что-то в этом роде? Какие-то новые решения? Да, мы смотрим, как я уже говорил, общаемся с разными странами. Есть этот скандинавский пример, где эта физическая активность уже является приоритетом даже на госуровне, на правительственном уровне более 30 лет или даже 50 лет. И они делали недавно опрос, и этот опрос показал, что даже если эти физические активности переносят на улицу, в скандинавских обстоятельствах, это не решает полностью. И то, что доказано, что физическая активность, особенно в COVID, и вот я недавно присутствовал в встрече Европейской ассоциации, европейские страны готовят обширный пакет, как людей рехабилитировать после заболевания COVID, и ментально, и физически. Так что мы верим, что эта отрасль очень нужна, и она даже, актуальность ее удвоится после COVID. И люди понимают, что именно самая лучшая вакцина – это физическая активность и здоровый образ жизни. И я думаю, это протокол занятий на улице. Да, это имеет место, но это будет объемом 10%. Это полностью не изменит индустрию. Так что я думаю, вот эта поддержка и понимание на госуровне, она очень необходима. Скажите, вот мы все время говорим, может быть, о владельцах клубов, но ведь есть большое количество инструкторов, которые сейчас остались без работы. То есть это их была работа, их была жизнь, они все время были заняты вот в этой отрасли. Вот что сейчас происходит с этими людьми? Вот они, ну, то есть если они будут сейчас пытаться найти другую работу, уйти в какие-то другие сферы, не ударит ли это, вот когда откроются залы, просто не будет людей, которые смогут заниматься с людьми, проводить занятия. Да, я думаю, это тоже очень актуальный вопрос. Даже перед кризисом у нас был дефицит хороших специалистов, и поскольку отрасль развивается, вот дам вам статистику для всех, например, в среднем в Европе, общее число занимающихся фитнесом, это где-то 15% населения. У нас, ну, в Риге, может быть, это 10%. В Стокгольме это 35%. Это значит, что потенциал у нас даже вырасти это три раза, и даже до этого у нас не было специалистов. И в это время, конечно, тренера, они, ну, грубо говоря, депрессией. Мы знаем очень много случаев, когда они не видят выхода, они ищут другие отрасли. Но он хороший специалист, он всю свою сознательную жизнь работал тренером, он посвятил себя, все время образовался, и это его призвание. Я не думаю, что это должно быть так, что он должен идти продавцом сейчас работать. И для нас это большая проблема, потому и мы этот вопрос подняли. И мы делали кампании тоже спортсменами. Майорис Бредис, Мартинс Дуккурс, Эдвард Смассарскис, Паул Фреймана. И объясняли, как важна эта физическая активность. Вчера у нас в эфире был представитель другой отрасли недвижимости, и мы говорили о заполненности офисов, об удаленной работе. И представители их ассоциации обратились тоже с открытым письмом к правительству и просьбой не объявлять удаленный способ работы, как единственное возможное, ну, одно из возможных решений борьбы с пандемией. Вместо этого ими было предложено ввести такие же ограничения, как, скажем, в местах торговли, то есть 25 квадратных метров на одного человека, на одного работающего, на одного посетителя, и ужесточить санитарные требования. На ваш взгляд, подобные меры могли бы помочь вашей отрасли? Тоже те же самые 25 квадратных метров, больше санитайзеров, больше, я не знаю, чем-то там окуривать противозаразным помещениям? Да, да, я думаю, вот как мы чуть-чуть недавно общались, да, у нас есть наш протокол, мы выработали меморанд, меморанд мы выработали по стандартам Американской глобальной ассоциации, Европейской ассоциации, меморанд безопасности, и мы уже не такие, какие мы были перед 10 лет, не такие, какие были в прошлом, я говорю, перед пандемией, у нас были ограничения после марта, и мы уже научились работать прошлым летом, и у нас есть эти протоколы безопасности, и очень строгие, я думаю, даже больше, чем торговых центров, потому что мы можем отследить посетителей, у нас есть система доступа, учета клиентов, мы разделяем эти потоки людей и соблюдаем дистанции, и то, что мы предлагали даже, что вот эти физические занятия, не интенсивные, они ведутся в масках, как это, например, делается в Испании, в Испании эта заболеваемость даже выше, чем у нас, но они поняли, сколько важна эта физическая активность, и в безопасном виде это соблюдается, да, в нашей ассоциации официальном конте в Фейсбуке мы недавно опубликовали видео из Норвегии, где люди занимаются, есть стеклянные стенки между тренажерами, люди используют маски, пока они не занимаются, так что да, мы абсолютно согласны, и я согласен тоже с тем, что эта национальная нагрузка работает только дома, она только ухудшает всю эту ситуацию. Гинт, огромное спасибо, что были сегодня с нами, что рассказали о своих бедных проблемах, надеждах и чаяниях, от всего сердца желаем вам выдержки моральной и физической, ну, на самом деле, когда-нибудь это всё закончится, поживём, увидим, какие новые ограничения ведут или не ведут уже буквально когда, завтра, в четверг. Итак, мы беседовали с Гинтом Кузнецовым, учредителем Латвийской ассоциации фитнеса и здоровья. Ассоциация обратилась в Министерство экономики с пакетом предложений, а по большому счёту описанием ситуации. Отрасль, оборот которой составляет 25 миллионов евро, имеет все шансы не выкарабкаться после пандемии, поэтому люди готовы на какие-то, в том числе, достаточно значительные материальные вложения в фитнес-залах, лишь бы только спасти ситуацию, лишь бы только на любых практически условиях вернуть тех, кто занимается к тренажёрам и продолжить работу. Ну, а мы переходим дальше к новостям на Радио Болтком. Утро на Болткоме.